Девушки отдыхают Меня зовут Диана Снегина, и это самое вкусное шоу страны «Магия кухни». Первые кулинарные знания мы, как правило, получаем дома, наблюдая за умелыми действиями мамы или бабушки. А в нашей программе у вас есть замечательная возможность постичь эту аппетитную науку на новом уровне. Ведь вкусная еда – залог здоровья и хорошего настроения. А в «Магии кухни» еще и столько удивительных рецептов. А радовать нас сегодня будет шеф-повар Рустам Ибам Ниязов. Представитель настоящего кулинарного праздника. Здравствуйте. Фуд энд фэшн фестиваль. Проходите, пожалуйста, будьте гостем у нас. Нет, хозяином, наверное, все-таки. Но прежде чем мы начнем, хочу представить нашего генерального партнера «Евразинфудс Корпорейшн» с брендами «Три желания», «Шедевр» и «Золотые горы». Это соусы, майонезы, кетчупы, масла. И не только. Изысканно и со вкусом. Рустам, ну, расскажите, пожалуйста, что мы сегодня будем готовить? Ну, мы сегодня будем готовить традиционный тибон-стейк, который готовится на Западе и готовится чаще всего на гриле. И салат такой оригинальный с добавлением сыра копченого чечила, табаско. Ну, и остальных ингредиентов, которые у нас находятся здесь. Ну, вообще, к какому кулинарному направлению можно отнести эти блюда оба? Или они совершенно разных культур? Здесь симбиоз как бы Запада и Европы, скажем так. Как бы Запад доминирует это мясо, которое, в принципе, у нас это новое вене такое, сухое созревание. Сейчас в течение... Ну, что такое сухое созревание? Ну, я вам скажу так коротко о главном. В течение мяса разделывается, ну, и послесловие, ставятся стейки, либо этот полутуши, в холодильную камеру, 1-3 градуса в плюсе, в течение от 5 до 21 дня. Вот это стояло сколько? Ну, это 21 день. Ого, 21 день? Мой знакомый, Маша Алмагомбетов, занимается созреванием мяса. Давайте мы, наверное, начнем с маринада, да? Да. Мы начнем со стейка вообще, да? Стейк, конечно, на что будет. Ну, давайте тогда. Как вы будете мариновать? Стейк уже прошел сует, сует это такая небольшая температурная доготовка. Сколько слов? Сует? Сует. Чтобы сохранить все полезные свойства и качества, и тем самым избежать какие-то там микробы, которые могли бы возникнуть, допустим. Ах, вот для чего это все. Ну, это оберечь всего это. На Западе, допустим, кушают раэр, это очень с кровью и себя безопасит, они все это делают. Вот, в данный момент мы можем просто присолить, приперчить, топорить тимьяна, подрезать под косточки, разогреть нашу сковородку, гриль и начать жарить. А вот представьте себе, вот, ну, я дома захотела себе на кухне сделать, как мне обойтись без этого суита? Суита, да, ну, скажем так, если на базаре попросите, вам нарежут, как бы, такой кусочек, именно Т-образный, ну, классический. Здесь симбиоз, как не симбиоз, как сказать, неправильно, да? Не, почему, да? Ну, симбиоз это, да, потому что симбиоз это несовместимый, а у нас-то все совместимо. Здесь дуэт двух вкусов, скажу так. Двух вкусов? Почему так? Ну, потому что здесь бонфиле, это вы... Подождите, вот здесь один вкус, а тут другой? Ну, по мягкости, скажем так, дуэт двух вкусов стриплойна и мякоти, именно минутки, бонфиле, как называется, там. Сейчас мы его подрежем. Ну, давайте тогда начнем мариновать. А, это подрезать нужно, да? Чуть-чуть, чтобы... Чтобы сок туда зашел. Ну, как бы, чтобы, если вы говорите, в домашних условиях, для каждой хозяйки, чуть-чуть подрезать. Вот это сделать в домашних условиях? Да. Ну, если вы взяли на базаре, там, сувита нет и тому подобное, как бы, можно также примариновать его уже и так же присолить, приперчить, чуть-чуть подрежать. Ну, как мариновать будем еще раз? В данный момент у нас традиционный соль, перец, тимян. А, пойдем сюда поближе. Давайте. То есть перчик сверху, что площадь соприкосновения, чем выше мы распространяем, тем площадь больше. А, вот еще один секрет, видите? Ну, как бы такое, скажем так. Хозяйкам на заметку. Так, с другой стороны. Так, посолили, поперчили. А перец должен быть обязательно черным или красным можно? Черный, красный, как вы видите, больше остроту дует, а черный, он душистый. Нам нужно будет растительное масло и немного сливочного масла. Вот, кстати, сразу же вопрос. Вы поддерживаете нашего отечественного производителя? Конечно, начиная с мяса. Потому что у нас самое шедевральное масло. Так, что, сколько нужно налить? Давайте так, поверху, так. Вот так, да? Без фанатизма, как говорится. Сделаем. Так, я возьму сковородку. А сковороду какую надо? Гриль? Да, но это имитация гриля. То, что просто будет полоски, на самом деле, готовится на... Куда? Сюда? Да. А какая еще сковорода, гриль есть? Ну, имеется в виду, есть гриль на живом огне, прям как бы вот решет, крифленый, как бы вот эту. В этом случае, как бы мы говорим то, что мы можем и дома приготовить, мы раскаливаем максимально сковородку, так как он толстый у нас стейк, мы его обжариваем, он делает некую корочку, с одной стороны, полтора минуты. Обязательно, да, делаем? Обязательно. Нам же еще что-то нужно готовить, да? Да, мы сейчас можем нарезку приготовить для овощей гриль. Традиционно болгарский перец, красный, желтый, зеленый, его в простонародье называют светофор. Так, мне что с ним сделать, скажите? Давайте подрежем его, то есть я один покажу, а вы сразу посмотрите, здесь так вот немного виртуозно как бы провести так, прокрутить, то есть в принципе уже у нас половинка, уже тут готова. А, вот так, да? Да. Вы приверженец какой кухни? Пропагандируете, скажем так, или любите, или больше специалист. Люблю вообще манты, да, скажем так, но работаем в ресторане, готовим именно стейки, большей частью. И вот чеснок разомну параллельно, для препятствования, придания аромата, просто придаем, и при жарении мы просто подадим туда все, вот. Так как масло мы уже налили в стейк, ну, по стейку, мы уже не будем добавлять сковородку. Кабачок мы сделаем пятачок один, такой вот слайс. Один. И давайте парочку, у нас же двое. Давайте. У нас двое, еще вся съемочная группа. Они тоже должны есть. Конечно. Так я начинаю? Да. Так, получается нам просто наискость, да, вот так порезать, да? Нет, нет, пятачками, вот так минус, да, совершенно верно. Угу. Так. Чувствуете запах уже у нас? Да. Мясной. Щипты. А вы немало посолили? Мы потом еще присолим, допустим, мясо, когда уже готовое, чтобы вот соль, она впитывает же влагу, чтобы все до конца не впитало в себя. Такой микробиологический процесс целый, который нужно продумать. Все думают, ну, просто мясо, в принципе. Подождите, повара должны быть физиками, химиками. Биохимиками. Биохимиками. Ну, еще потом художниками, когда они выставляют свою дарелку. Сразу сколько провисит, да? Да. В одной заключенной. Это здорово. Ну, вот вы участвовали в фестивале кулинарном, который проходил в Астане. Он называется Food and Fashion? Фэшн фестиваль. Или Fashion and Food. Ну, Food and Fashion. Фэшн фуд. Именно. В Астане, в столице, еда встречает моду. Почему вот мы начали, продолжая разговор, как бы стейк, вот, мы надо же еще пожарить вкусно и подать его красиво. То есть презентация блюда должна быть прям вот, хочу есть на картинке. То есть одежка должна быть шикарной. Вот, соответственно. И есть такое некое замечание, ну, не то, что замечание. Блюдо – это тело, соус – это одежда. То есть любое блюдо можно подать с разной одеждой. То есть соус может быть здесь сливочный, там, острый, перечный или любой. То есть и придать этому вкусу другую некую пикантность. Согласен, от соуса, да, многое зависит. Уже пора переворачивать. Вообще сейчас есть какая-то мода на еду, скажем так? Есть модная еда какая-то? Модная еда, но она как бы здоровая только вот. То есть здоровая еда сейчас модная, да? Модная, да. Любая здоровая еда? Да. Это в том числе какая? Вегетарианская, да, раздельное питание или нет? О чем речь? Что значит вот модная еда? Ну, модная, полезная. Все сейчас, ну, как сказать, за своим здоровьем гастро, гастро – это желудок, ну, и гастрономия пошла, производная от этого. Если мы понимаем, что мы кушаем полезную вещь, соответственно, в нашем организме тоже все здорово и здорово. И все начинали, уже многие знают, что такое белки где-то находятся, да, в куриной грудке, да, там. И самое популярное все кушают там, давай, давайте популярно. Давайте чесночка добавим, я смотрю сейчас параллельно. Немного маслица. Весь чеснок, который есть, выкиньте. Выбросить сюда? Да, да, да. Ну, так, хаотично чеснок. А куда его? На? Давайте один на, один сбоку. Я маслом еще полю. Еще тимьянчик возьмете, мы... Так, тимьянчик еще. Вот организатором этого фестиваля является Алия Сапарова, который идейный, вдохновитель. Куда? А вот прям порвите, вот прям вот так вот. Здесь такой процесс ароматизирования. Чувствуете, как пошло? Мы нас занимаемся сейчас биохимическими процессами, потом мы будем художниками. А вы сами любите модную еду, полезную, или просто, чтобы вкусно было? Ну, в основном, как бы и домашнюю, чаще всего жена готовит, как она у меня худестница. Слушайте, это что? Такая традиция у поваров дома готовят жены. Ну, чаще всего, потому что, как бы, самим нам уже наготовились куча всего и... Нет, а вы не относитесь к этому критично? Картошка недоварена, мясо недожарено. В первые 2-3 года женитьбы, начинал понатеть, потом понял, что нужно остановиться, иначе что-то может произойти. Иначе сам будешь готовить, да? Да, бомба будет. Сейчас у меня трое детей, которые старше, тоже уже грезит быть поваром. Да, классно как. Слушайте, по стопам папы, супер. Супер. А давайте вернемся к фестивалю. Какие блюда обычно представляются на фестивале? Вот, касаемо этих блюд, там получается стрит-фуд. Как? Стрит-фуд, популяризация... Стрит-фуд, уличная, да? Уличная, да, это не фастфуд, он будет, как бы, скажем так, чаще всего в Европе... Какой аромат, с ума сойти. Вот, видите, это вот путем ваших рук и наших... Чаще всего? В Европе на Западе быстрая суета жизни. Они, помимо хот-догов, которые уже навеяли всем, они готовят блюда, как бы, на открытом огне, либо при них. Это чаще всего мясо или необязательно? Да, вот возьмите в Турцию, до Нера, которые зашли к нам, да, там. То есть продукт, то есть человек видит продукт, который мы нарезаем сейчас. Нет, это в кармашке спрятанное самца и что-то там подано. Да, да. Сейчас популяризируем, что пусть это будет маленькая мини-гриль-печка, мы при вас готовим, что-то режем и продаем, то есть некую свою культуру. Ну, то есть то, что делают всегда китайцы, корейцы, наверное, они же всегда при себе там что-то. Хотя мы, может быть, ничто нового не придумаем, мы видоизменим европейскую, восточную, западную и сделаем здесь. Южно, что там вроде этого, соединения, да? Опять он за свое. Вот соберу урожай, будет зима сытая. Что, упахался? Мечтатель. Заживем мы с тобой, Маня. Вот лучше поешь по-настоящему и заработай. Натуральное сливочное масло из сливочек ядреных приготовленное. Такое ароматное и вкусное. Масло «Золотые горы». Настоящее, как обещали. Теперь наш стейк мы доведем... До кипения. Нет, до логического завершения. 34, максимум 5 минут при температуре 180 градусов. Пока вы можете примариновать соль, солимый перцем наши овощи гриль. Просто здесь, да? Да. И тот же тимьянчик наш волшебный добавит. Все, в духовке процесс пошел. Я могу пересолить, потому что я люблю соленое. Вы держите выше, чтобы вы видели, что площадь какая была. Все, достаточно. Наше волшебное масло. И маслицем, да? Да, да, да. Я могу еще переперчить. Все, стопэ. Спокойно. Наш оставшийся чеснок, который дефицит сегодня. Да, да, да. Точно. И сколько маслица? Давайте повыше. Такой тонкой струйкой можете завернуть, чтобы у вас... И чтобы вот так. Ну, другими словами, 50 грамм. Хватит? Да, достаточно. Оболотнуть, потому что часть в любом случае останется в самой гастроемкости. А, тимьяна же мы еще не положили. Тимьян целый или вот так? Нет, прям как вы делали. У вас очень хорошо получается. А, спасибо. Вот, прям с первого раза. Отлично. Ой, как хорошо пахнет. И сковородка продолжает наше греться. Так. Теперь просто класть? Да. Можете с щипцами поработать. Хотя у вас так хорошо получается. Вот, обожаю овощи гриль. Хотелось бы вернуться к фестивалю. Какие блюда? Может быть, какие-то уже названия там скажете? Ну, на фестивале мы проходили все. То есть, значимость второго фестиваля подразумевала, как бы, популяризировать профессию повара. Ну, сделать некий такой междусобойчик, чтобы еще повара, которые там, там разные, там и резиденты, и нерезиденты, куча иностранцев. Чтобы и культура кухни в столице, в нашей, развивалась в одном направлении, и синхронно, чтобы не было хаоса, как бы, это, то есть, на фоне этого была еще ассоциация шеф-поваров, там, Астаны организован. Но сам фестиваль был вот такого масштаба в течение двух дней, что наши все останчане, как бы, вместе со своими семьями, детьми получили столько массы удовольствия, и помимо вкусной и красивой еды, они увидели кучу спортсменов, которые там были. То есть, популяризация была здорового, вообще, в общем, глобального образа жизни. Подождите, здорового образа жизни. И что, бешбармака не будет? Ну, бешбармак был, наверное, потом уже, когда все подытожили, как бы, это все, чтобы, как бы, банально не звучало, ну, как бешбармак. Ну, это, знаете, скажем так, пожелания поклонников ваших. А можно бешбармак в третьем фестивале? Кстати, третий фестиваль будет проходить прямо на территории Экспо внутри. А, точно, даже в 17-й год. Ну, и как же, без бешбармака тогда, если приедут гости? Скорее всего, априори будет куча иностранцев, которым мы должны будем показать и культуру еды, и модные показы, и классические блюда, скорее всего, так и будет. Сейчас еще минутку, чтобы здесь такой колор был. Овощегриль мы всегда доводим до аль денте, то есть он был, чтобы на зубок, можете начинать переворачивать. Да, я вот переживаю просто. О, супер. Я думаю, вы бы на кухне профессиональной тоже были бы надъемлемым помощником. А, спасибо большое. То есть, если что, имейте в виду, будет. Нам, наверное, нужно уже вынимать стейк. Скорее всего. Так, возьмите, пожалуйста, чтобы не обжечься. Пожалуйста. Благодарю. Наше блюдо готово. Нашли. Как вкусно пахнет и замечательно выглядит. Стейку нужно отдохнуть, так говорим традиционно. А, ну пусть отдыхает. Получается, он горячий, чуть-чуть остынет, волокна расширились, сейчас он все, что не нужно, ну, в общем, отдохнуть. Ну, мы с Рустамом решили сделать небольшую паузу, только лишь ради того, чтобы отдохнул наш стейк, потому что он должен быть не уставшим, он должен быть отдохнувшим. Да. И потом уже вернемся к вам и начнем готовить наше второе блюдо, а это оригинальный салат. Стейк Тибон. Стейк надрезать вдоль косточки, посолить, поперчить. Для аромата положить веточки тимьяна, полить растительным маслом, разогреть сковороду гриль, обжарить мясо до образования корочки, выложить в сковороду измельченный чеснок и листики тимьяна. Обжаренный стейк отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 5 минут. Готовим овощи гриль. Болгарский перец порезать на 4 части, кабачок слайсами, посолить, поперчить, сдобрить растительным маслом и листиками тимьяна. Перемешать. Выложить овощи на сковороду гриль и обжарить до состояния аль денте. Стейк-тибон с овощами гриль готов. Приятного аппетита! Что же входит в этот оригинальный салат? Какие ингредиенты? С чего мы будем делать? Копченый сыр чечил, помидорки черри, редис, лист салата, красный лук-шалот, кабачок и болгарский перец. Я предлагаю вам кабачок порезать полумесяцом таким, растопить сковородочку, сотейник и обжарить. А я в свою очередь займусь, хочу ошпарить сыр чечил для мягкости его и аромата. А, его нужно ошпаривать обязательно? Ну да, чтобы он прям аромат свой подал. И желательно сливочное масло, чтобы цвет хорошо был. Хорошо, хорошо. Скажите, пожалуйста, Рустам, а кто повлиял на ваш выбор профессии? А, на мой выбор профессии? Да, да, повара. Наверное, повлияли мои родители. Моя мама кондитер с 25-летним стажем, папа работал в мясном цехе, как бы. И, видимо, это все генетически передалось, как бы. Я во втором поколении повар, и моя супруга тоже повар, и мои дети уже в третьем поколении повара. То есть... С ума сойти, династия просто. Им учиться уже не надо, да, они все... Какая-то часть по генетике-то прошла. Вот, чечу мы порвали, немного порежем. Ошпарим его. А всегда нужно ошпаривать чечу? Чтобы мы не готовили любое блюдо? Ну, вот именно это, оно придаст пикантность. А масла столько хватит или больше нам? Ну, достаточно, достаточно, достаточно. Вот, мы прогрели чечу. Какой аромат, Маша, вы почувствовали, да? Да. Сливочное. Хорошее масло. Отлично. Так, нарываем салатик. Так, масла пока нам не нужно, да? Пока нет. Достаем сюда. Вот, пятачками, но сильно разогреть как будто... Сильно? Да. В поисках лучших ингредиентов они могут объехать весь мир. Выбирая только самые свежие, вкусные и полезные продукты. Ведь готовят они для своих родных. А родных у них миллионы. Майонезы, соусы и кетчупы – три желания. Готовим для родных. Так, я сейчас рецепт нарезаю. Так, у нас идет помидорка черри. Тоже произвольно нарезаем. То же самое, да, делаем? А перцы? Перцы сейчас добавим. Ну, это для палитры цветовой, скажем так. Так, я думаю, надо уже бросать. Я переживаю. Скворчит, помидоры черри, черри. Получается, в этом салате мы обжариваем только кабачок или нет? Да. А, да? Традиционно. То, что в домашних условиях фритюра как бы нет, вот чаще всего у людей. Сейчас обжарим, и чтобы... Какой-то некий теплый салат. Так как он без мяса, его нету, мы решили кабачок. Получается, теплый салат исключительно с мясом делается, да? Ну, вообще теплый, да, традиционно. А так как у нас сейчас, ну, мясо мы уже приготовили, в принципе, да, так мы сделаем теплый салат путем добавления нашего кабачка. Рустам, ну вот я хотела узнать, помимо папы, еще какие-то учителя у вас были, там, в числе первых, в качестве... Ну, когда вы постигали науку? Ну, да. Я отучился в технологическом университете. Знаю инженер-технолога общественного питания в течение пяти лет. Там у меня была куча наставников, практика была. Многие спрашивают, зачем высшее образование повару? Вот, кстати, да, зачем высшее образование повару? Ну, вот когда вы понимаете, что... Когда биохимический процесс, не каждый может об этом понять. Чаще всего, чтобы проверить блюдо, либо тот же шашлык, или куриную грудку, чаще всего режут. Ну, как бы, когда я пришел на кухню, когда у меня было... Чтобы проверить, резали. Это было вот в 2000-х годах, там, начало. Когда ты уже знаешь, и теории куча, смотришь, ты понимаешь, что по времени блюдо должно приготовиться. Либо работать с градусниками, скажем так. Вот. Ну, и потом организация, распределение самого труда. В общем, по стопам мне сказали, сынок, иди, мама. Вот. Ну, а у вас есть какое-то коронное блюдо, скажем так, ваша визитная карточка? Ну, вот когда вы собираетесь с друзьями все, Рустам, Рустам, и вы выдаёте на гора какое-то блюдо. Ну, как вы заметили, традиционно делают бешпармак. Но в нашем случае, чтобы большую нашу... Да. Кучу наших знакомых, друзей, родственников накормить, достаточно плова. А. Такого осовремененного, с добавлением всяких вкусностей, пряностей, которые сейчас на рынке очень достаточное количество. Вот, а так, если банкетно-европейские блюда, это окорок барашка, либо там спинка, ягнёнка. То есть вы с мясом, да, больше любите? Да, да. Не огонь меньше сделать или оставить? Давайте посмотрим. О, давайте меньше. Теперь мы можем ещё секунд 5-10 вообще выключать его. Можно на салфетку выложить. На салфетку надо выкладывать, да? Да, ну, чтобы лишний жир впитался. Итак, у нас лук, перец, красный лук, перец. Редис. Редис, салат. Вот наш чечил волшебный, который мы сейчас ошпарили. А, ещё и чечил. Вот сейчас мы его добавим с краю. И так же, как у нас сейчас, мы кабачок пропитаем, чтобы масло ушло, так как он горячий будет, и всю палитру вкуса даст нам кабачок. Можно вытаскивать? Да, сейчас подождите секундочку, на салфетку возьмём. Так, сюда можно окунуть. Правда, масло так вкусно пахнет. Сюда бросаем, да? Да, да, да. Трустам, хотелось бы, знаете, узнать, что... Какова разница между ресторанной кухней и домашней кухней? То есть мы так же приходим сейчас в ресторан, так же едим борщ, солянку и так далее. Вообще какая-то разница есть? Почему многие, например, предпочитают... Я люблю домашнюю кухню, но тем не менее, всё равно идут праздновать день рождения в ресторанах. Какое вообще отличие? Ну, там, конечно же, понял ваш вопрос. Там гарант качества того, что это ресторан, во-первых. Потому что априори тот же вареник или борщ, который был вчера, он должен быть похожим на сегодня. Там соблюдение строгих технологических процессов. Ну, может, мне понравилось, борщ, который был вчера, должен быть похожим на борщ, который сегодня. Да, это отличительный способ. Кстати, да, что вы такое добавляете, что всё такое вкусное? Ну, это... Или вы секретами не делитесь? Почему я скажу первое? Ну, единственный наш секрет – это душа добавляет душу в свою, помимо соли и перца, как бы. Если... тогда он ещё вкусовые качества намного увеличиваются. Вот. Вот так, да? Отлично. Дума, значит, я без души делаю, машинально. Ну, как, у вас есть... Стала на лабутены, порубила салат. В ресторане нету, как сказать, других вариантов сделать по-другому. Думаю, могут вас простить. У вас стандарт. У вас могут дома простить. Всё, ну да. В принципе, да. Там стандарт какой-то некий. Знаешь, что не нравится и не ешь. В ресторане, да, такой вот цвет. Вот там всё по стандарту, по калькуляциям. Что мы дальше делаем? Ну, давайте сейчас. Пять секунд. Так, так. Уже всё впиталось. Отличный наш. Был ли там холестерин, не знаю. Ну, теперь уже его нету точно. Так. Так, отлично раскидываем. Такая цветовая палитра уже достаточно. Да, действительно красиво. Хорошая, как я в перчатке. Сейчас я замешаю. Прямо вот так. У нас такое будет. И вот у нас есть оливковое масло. Добавьтесь. Оливковое масло, да, немножко? Да, немного. Прямо чуть-чуть выше. Вот сейчас всё достаточное. А, выше, да. Я забываю всё время, что надо повыше, чтобы видеть. Немного острого перца. Вот прям. Давайте, наверное... Вот этого? Да. Через ложечку сделаем. Давайте. А то я могу, да. А то я чувствую. Вы уже поняли, да? Так, оп, стоп. Теперь так же сверху. А, вот так, да? Отлично. Всё, теперь вообще супер пикантос. До конца замешаем. Сейчас получается тёплый салат, который у нас прожарился и с маслом. Аромат дал. Угу. И чечила. Хороший пахнет. Теперь мы можем выкладывать. А, теперь же выкладывать? Ну, наши блюда готовы. Тибон с овощами гриль. А-а-а. Оригинальный салат. Слушай, так вы посмотрите, мы уже всё сделали. Дома можно готовить? Это можно дом приготовить. Поэтому давайте сделаем небольшую паузу, мы всё красиво выложим, чтобы вы видели уже конечный результат и посмотрели уже на нас, как мы будем всё это пробовать. Салат оригинальный. Кабачок нарезать полукольцами и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета. Чечил нарвать и ошпарить кипятком. Редис нарезать тонкими слайсами. Лук полукольцами. Болгарский перец соломкой, а черри пополам. Нарвать листья салата. Добавить нарезанные овощи, обжаренный кабачок и чечил. Посолить и поперчить. Сдобрить оливковым маслом и соусом табаско. Тщательно перемешать. Салат оригинальный готов. Приятного аппетита. Ну, как видите, блюда наши готовы. Осталось только добавить ещё несколько штрихов и будем уже пробовать. Что касается штрихов, я, например, предлагаю... Немного горчицы сюда. Горчицы. Ну, давайте горчицы добавим. Так. Наша... Ой, замечательно. Заправская. Что? Куда? Давайте с краю и сделаем небольшую запицу. Каплю? Так, каплю. Нет. Достаточно? Всё, стопы, да. Отлично. И... Не важно по часовой или против часовой. Без разницы. Ой. Всё достаточно прям. С первого раза же получилось. Да? И ещё я предлагаю вам кетчуп. Барбекю. Который к нашему стейку, да, вы имеете в виду? Да, совершенно верно. Чтобы было вкусно. Ну, отлично. У нас такой яркий, цветной всё получилось. Так. Здесь то же самое сделаем? Давайте. У вас в первый раз всё получается. Спасибо большое. Отлично. Так, а теперь будем пробовать. С чего вообще начинаем? С салата, наверное, да? Да, салат, конечно. Становитесь за ростом. Отлично. Вы же будете... Акомпанемировать. Руководить. Нет, это я буду вам помогать на бэк-вокале. Ну, салат, в принципе, просто пробовать нужно, да. То есть создать, чтобы на вилке оказался чечил. И то, и другое, пятое, десятое. Да, да, чтобы по чуть-чуть, ну вот... Поняла я, ага. А я пока порежу наш стейк по косточке. Ага. С редисом. А ничего, что оно красное? Оно должно быть такое. Да? Да. Medium-well. Вкусно. Вот именно то, что сует там был. И он это... Смотрите, палитра двух вкусов, почему говорилось. Это мягкое. А, это другое, да? Другое. Смотрите. То есть не волновайтесь, тоже чуть-чуть она розоватая вообще. Я повторюсь, микробы там уже нет однозначно. Мы культуру чуть-чуть меняем. Ммм. Слушай, реально другой вкус. Он немного жестче, мяснее. Да, да. Салат оригинальный и стейк, они превратят обычный ужин в настоящий праздник. Праздник вкуса и удовольствия. Настоятельно советую попробовать приготовить это дома. Рустам, спасибо большое вам за эти рецепты. Растараться. Спасибо за компанию, за интересные рассказы, секреты. И от нашего генерального партнера, Евразин Фуз Корпорейшн, позвольте вам вручить вот такие подарки. Отлично. Здесь продукция «Три желания», «Шедевы, Золотые горы». Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита, дорогие друзья. До скорых встреч. Готовьте вместе с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кетчуп «Три желания» сделан самой природой.